Добрый день, уважаемые коллеги, приветствую вас в школе поставщика. Тема нашей сегодняшней встречи важная, как многое другое, что связывает поставщиков и розничные сети. Мы поговорим о переговорах, но сама тема переговоров у нас столь емкая и большая, и разносторонняя, что говорит мне нужно не один час и даже не один день, даже двухдневного тренинга не всегда хватает, чтобы отработать хотя бы часть этой темы. Поэтому поговорим об одном небольшом, но не сравненно важном аспекте темы переговоров, о подготовке к переговорам. Когда я анализирую, почему одни менеджеры по работе сетями получают хороший результат от тех же сетей или отрезанных переговоров, а у других получается не очень. Когда я анализирую, пытаюсь понять, почему у закупщики столь сильнее на переговорах, чем у поставщики, то часто все утыкается в именно уровень квалификации. Понятно, что закупщики проводят в день гораздо больше переговоров, чем у поставщиков в месяц. Но вопрос подготовки. Что такое подготовка? Когда менеджер едет на переговоры и думает в машине о том, как он будет вести переговоры, это не подготовка. Это думки о настоящей встрече. Когда менеджер разговаривает с начальником о том, что вот уже стоят на переговоры и было бы неплохо там положить это и это, это тоже не подготовка. Подготовка к переговорам сегодня определяет, каким образом и сколько вы получите в итоге, и чего вы получите. Денег или весло по голове. Тут нужно понимать, что подготовка является во многом определяющим фактором успеха или неуспеха в переговорах. Сколько времени тратит средний менеджер по работе с сеткой на подготовку к переговорам? Три минуты, пятнадцать минут, час. Сколько времени тратит хороший категорийщик или даже средний категорийщик, для сравнения, чтобы было одинаково, средний категорийщик на подготовку со средним поставщиком? По оценкам гораздо больше. В ряде крупных сетей, особенно в сетях международных, есть даже такой функ, пункт, да, есть даже такая процедура сдача экзамена перед переговорами с поставщиком. Сдача экзамена закупщиком, да, своему начальнику для того, чтобы было понятно, что он готов. Именно поэтому, когда я лично участвовал в переговорах, именно поэтому, когда я наблюдаю за переговорами, мне всегда было удивительно, почему закупщик столько знает о моей компании, когда я был поставщиком, сколько я не знаю, сам. Да, потому что он сдавал экзамена моя компания, а я по его компании нет. Потому я и проигрывал. Да, я потом перенастраивался, я потом перестраивался, ехал снова, получил какие-то результаты. Но это означает лишь одно, что там, где можно было получить 100 рублей, я получал 10. Поэтому подготовка крайне важный сегодня инструмент, собственно, всегда был крайне важный инструмент, крайне важный процесс, которым не стоит пренебрегать. Что значит подготовка? Первое, это значит хорошее и глубокое знание продукта своего. Вы должны быть экспертом в продукте. Пока вы не станете экспертом в продукте, нет смысла ехать на переговоры. Сегодня многие компании могут просто провести экзамен на знание продукта среди своих же сотрудников. Причем экзамен не дам, здесь вода дам, все нормально, а в принципе знает, чем торгуют. То есть вот мы торгуем там грибочками, а что за грибочки, главное, мы узнаем, что такое грибочки. Нет, мы должны четко понимать, чем он торгует, в чем преимущество товара, с чего он состоит, как его делают, какие конкуренты, что они делают, как они делают, чем отличие технологическое и многие другие факторы. Он должен четко знать все о своем продукте и зимой, и летом, и днем, и ночью. Также он должен хорошо знать свою сеть. Я уже много раз на конференциях, на своих вебинарах, семинарах говорил о карточке сети, которая есть у нас в школе поставщика и графика церва. Это досье сетей, которое состоит из 85 строчек информации о сетях. Это все, что касается от названия сети до выручки в рублях или продажах в штуках на ИСКЮ, вплоть до разных контактов разных людей в сети. Соответственно, все это он должен знать, это должно, на всякий день от зубов, он должен знать все о сети, быть биографом сети, с которой он работает. Также он должен хорошо разбираться в категории, в которой вы представлены. В сегодняшней ситуации, когда менеджер, зная только себя и еще пару конкурентов, которые стоят рядом с ним на полке, она недопустима. Менеджер должен по памяти, мое мнение, почти 100% воспроизвести полку, на которой стоит хотя бы группу товаров. Я уж не говорю о категории в целом, но хотя бы группу товаров он должен воспроизвести, рассказывая о том, как в этой сети стоят конкуренты на 5 метров вправо, на 5 метров лево и на 2 метра вверх. То есть, если он этого не сделает, не знает, то просто, как он будет вести переговоры. Соответственно, должен четко понимать, какие там конкуренты, кто они, как они, зачем они, чего хотят и сколько могут. Все это должно быть понятно до начала переговоров. Если он этого не знает, то он рискует попасть в ситуацию, когда любимая шутка многих закупщиков про то, что у поставщика нет конкурентов, у него уникальный товар, но уникальность товара и отсутствие конкурентов объясняется лишь одним, тем, что он не был в магазине. Как пример, я уже много раз его приводил, приду еще раз, компания, которая решила в прошлых годах, почти 2 года назад, вернее, почти, да, полтора года, два года назад уже почти, хотела завести продукты уникальные для российского рынка, быстро разогреваемые обеды в микроволновой печке. Они были уверены, что такой продукции больше ни у кого нету, только они одни будут уникальными. А зайдем в магазин, мы его увидели, когда я пошел вместе с ними, мы пойдемте посмотрим, зашли в ближайший магазин, самый континент, и там было 3 метра этих продуктов. 3 метра! Это значит, не было конкурентов. Так вот, часто, незнание конкурентов или отсутствие конкурентов у вас означает одно, вы не были в магазине. Поэтому нужно четко знать на метры, в сторону категории. Чем больше вы знаете конкурентов, чем больше вы знаете о рынке, тем больше шансов вести переговоры как специалист, как профессионал во время встречи. Следующий важный момент, который хотелось бы сделать огромный акцент, огромный всякий знак, это цель переговоров. Зачем вы едете на переговоры? В принципе, договориться о договоре – плохая цель. Увеличить продажу – плохая цель. Что конкретно? То есть, цель должна быть сформулирована так, чтобы он понял 10-летний ребенок, чтобы он не задавал вопрос, что просто прочитал, куда поднять, зачем вы туда едете. А что, поэтому должно быть два уровня. Если цель оптимум, цель минимум. Поговорили, посмотрели. Какие могут быть варианты, кроме этого. То есть, чем более вы сформулировали цель, тем более детально, тем больше шансов ее достигнуть. Но важно одно – цель должна быть написана на бумаге. Если вы написали на бумажке цель, она существует. Если не написали, ее не существует. Еще раз, есть цель сформулирована на бумаге? Она существует. Ни написания – не существует. Руководителям отделов продаж, я бы рекомендовал не отпускать на переговоры своих менеджеров, если у них нет подробно расписанных целей переговоров на этот раз. Потому что, если их нет на бумажке, а у меня есть в голове, этого нет. Даже если у менеджера голова – дом советов, там из них такой бардак, в любом доме советов, что в нужный момент все потеряется. Поэтому, еще раз, есть на бумажке – существуют, нет на бумажке – не существуют. На моих семинарах, которые я провожу по работе с сетями, я даже провожу такую специальную игру. Я 10 раз, как дятел, повторяю, что есть на бумажке – существуют, нет – не существуют. А потом тут же провожу игру, чтобы показать, как точно сформулированные цели влияют на результат переговоров. И все люди понимают это через игру. Потому что не забывают сформулировать цель на бумаге. Еще раз, есть на бумаге – существуют. Как говорил ли мой преподаватель, Дэйд Матвейд Шустерман, когда учился в Академии на консультантов, он сказал следующее, что говорят только о любви, обо всем остальном пишут. Так вот, если у вас цель переговоров не любовь, а заработок, пишите цель детально. Дальше, менеджер должен проработать потребность сети очень глубоко и детализированно, чтобы точно понимать, где сеть, а где факторы, интересующие, являющиеся потребностями закупщика. Это все должно быть тоже прописано, это должно быть все детализировано. Пока он вам не расскажет, в чем потребность сети, в чем потребности закупщика, как они могут видоизменяться, как они могут заменяться, как вы можете их удовлетворить наконец, то пока вам этого не расскажет руководитель, начальнику, нельзя тихать на переговоры, он убьет ваш шанс. Ну и последний пункт, который, наверное, самый смешной, но при этом самый нудный, это репетиция переговоров. Камера, поговорили с камерой, как со своим закупщиком, посмотрели, продадались и снова разговаривали на камеру, хотя бы с зеркала или диктофон, эффект тот же самый, а еще лучше провести переговоры с тремя-четырьмя своими коллегами, которые будут изображать вашего закупщика в разных его форматах, от крайне агрессивного до крайне дружелюбного, и переговоры с начальником. Чем больше репетиции вы проведете, тем больше шансов на успех. Иногда мне говорят, Петь, а зачем столько заморочить для простых переговоров? Мы же все профессионалы, мы же этим занимаемся каждый день, мы поедем, проведем переговоры как надо. Так вот, по поводу как надо. Как надо, это с подготовкой. Поведу простой пример. Менеджер ведет переговоры с вашей сетью день, два, три, пять месяцев. На шестой месяц он, благодаря силе своего таланта и маркетинговым вливанием, наконец-то запрещал контракт. А теперь вопрос. Если бы этот менеджер потратил бы не 15 минут подоговоров к переговорам, а 6 часов, он закончил бы контракт через два месяца. Или получил бы те условия, которые нужно было заоплатить. То есть, он закончил бы время переговоров в три раза. А стоило 6 часов времени трех месяцев потерянного. Так вот, чем больше вы готовите к переговорам, чем более детально вы готовитесь, чем более нудно и тщательно вы прорабатываете каждый аспект будущих переговоров, тем больше шансов на то, что вы получите хороший результат. Тут каждый принимает решение сам. Хотите быть талантливыми менеджерами, не готовьтесь. Они всегда зарабатывают меньше. А менеджеры, которые хотят зарабатывать много, они всегда много готовятся. Подумайте об этом. Подведу резюме. Первое, что нужно сделать при подготовке переговоров, знать продукт на 5 с плюсом, знать информацию в сети на 6 с плюсом, четко понимать, как устроена категория в сети для того, чтобы знать, кто из конкурентов находится справа, кто слева, кто сверху, кто снизу. И главное, что может сеть сказать вам о них. Сформулируйте цель переговоров детально, так, чтобы я понял 10-летний ребенок. Если кто-то из ваших коллег глубже оказался 10-летнего ребенка и не понял вашу цель сформулированную, это проблема не коллеги, это проблема ваш. Это вас испортило лучшее образование. Дальше, четкое понимание потребностей сети, четкое понимание потребностей контрагента, то есть закупщика, с кем вы будете все переговоры. И тщательная, нудная репетиция переговоров. Чем больше вы их отрепетируете, тем больше эффекта вы получите. Если хотите получить больше информации об инструментах включения продаж, их много на форуме Retail.ru, их много в моей новой книге, которую Retail.ru выпустил. Также их много в новом проекте «Школа поставщика Петра Офицерова» на сайте Sales Club. Пишите, мы работаем для вас. С вами был Петр Офицеров.